Всем привет, Инара Ди здесь, на дворе самый разгар августа, совсем скоро начнется новый учебный сезон и мы решили спросить у татарстанцев, на что они потратили выплату в 10 тысяч на школьников. Сегодня с нами Казань, Набережные Челны и Альметьевск. Погнали! На что планируете потратить? Можно отвечать несерьезно, сразу предупреждаю. Товары, одежда. На форму. Исключительно. Да, на форму. Еще не потратили. А на что хотите? Ну, на школе. На школу собрать? Потратили? Почти. На что, если не секрет, мы никому не расскажем? На школьные нужды, как положено. Серьезно? То есть ни шагу влево, ни шагу вправо? А хотелось? Немножко есть соблазн. Ну, по-честному. Мы никому не расскажем. Да? Да. Они переглянулись. Ну, конечно, на ребенка. Да, мы получили путинские 10 тысяч. Еще поехали гулять. Мы из Калужской области. Да? Да, и мы путешествуем. Давайте, давайте, как он черный. Ну, мы вот только-только заехали. Это вот первое место, которое мы увидели. Уже видим, что благоустроенная набережная. Очень хотим спуститься к воде, помочить ноги в машине. Вы на машине, да? Да, на машине. Ну, мы много уже путешествуем. Мы были в Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде. То есть вы вложили на путешествие Новый Закон? В общем-то, да. На что потратили? На танцтовары, рюкзак, форму. Я еще не тратила. Не тратили? Нет, еще в школу не собирала. А вы собираетесь именно на это потратить? Конечно. А если, допустим, не на это? Допустим, есть уже школьная форма. На что бы вы тогда потратили? Нет. Я на детей. Как сказал дядя Путин, так и на детей. А на что потратили, если не собираетесь? На ремонт. Это еще не успели. А на что хотите? Мы пока раздумьем. Ну, а это может быть не обязательно форма? Нет, это совсем не обязательно форма. Такой вопрос интересный. На развитие ребенка. Либо его в плавание дать. Любит плавать. Конечно. Сколько бы он смог проплавать на 10 тысяч? Не знаю, но на трусы бы хватило, может быть. На школьные принадежности. Серьезно? А на что-нибудь не на школьные не хотелось бы потратить? Нет. Только на них. Хватит, как вы думаете? Нет, не хватит. Придется добавлять. Да. Все так говорят. Ну, пока на отдых. На развлечения в вашем аквапарке. Ой, ну да, в аквапарке вчера сутили, сегодня вот парк аттракционов. Все только, да, на ученическое, естественно, эти деньги пойдут. Эти деньги очень легко уходят. Конечно, легко уходят. Все равно на школьную одежду в основном все уходят. На что лучше потратить? На одежду. Ну, наверное, пару раз мороженое купим, я думаю, выделим. 10 тысяч. Не имеется в виду после канцелярских. Естественно, подготовка к школе, соответственно, целесообразно к этому и потратить. Тебе купили мороженое? Нет. На школьную одежду, на школьные принадлежности. На развлечения детские. На детей уж. Мы пока еще не потратили, но потратили на школьную форму. И только? Ну да. А если бы, допустим, у вас была школьная форма, что бы вы купили тогда? Ну, мы бы тогда не купили, а добавили и съездили куда-нибудь отдохнуть с детками. Купили одежду. Ну, а куда 10 тысяч потратить? Только на одежду хватило. Ну, не знаю, на спортивную форму. Потратили уже? На что? Ну, естественно, на что выделяли? Две тысячи потратили. На что? Если не секретка, на развлечения? На развлечения. Все хотят развлекаться, никто не хочет собираться в школу. А остальные 8 тысяч по секрету куда денете? Езжу для школы все-таки. Для школы. Хорошо. На что ты потратили? На ученика. Признавайтесь, что купили? Вот приехали покупать в Казань. Одевать. С Мурманск. Одевать. Из Смурманска? Холодно там у вас? Восемь градусов. Вы у нас отогреваетесь? Загреваем. Школьные принадлежности? Ну, уже потратили. А что же? На школьные вещи, на принадлежности, на их какие-то хочуны. А хочуны? Какие, интересно, у них хочуны в таком возрасте могут быть? Ну, что? Обувь она хотела, как бы, красивые купили. Что ты еще хотел, мам? Застеснялась. Тратили на школьную форму? Да. Ну, на школьные принадлежности, деньги хватило. Не хватило? Мало? Мало. На зубы. Лечили. Да. Ты бы на что потратил 10 тысяч от президента? А вот интересный вопрос. Ну, диски. Диски? Да. На тачку? Нет. А куда? На PlayStation 4. На канцелярию и школьную форму? Ну, на канцелярию, наверное. Наверное, на шмотки. Шмоточники, пацаны, пошли нынче. Не то, что девчонки. У тебя родители получили уже десятку от президента? Да. На что потратишь? Не знаю. На ремонт. На ремонт? Да. А ты бы на что хотел? Как-то вообще все равно. Так ты думаешь, куда лучше потратить 10 тысяч, которые тебе доставят? Наверное, на канцелярию пока. Куртку, зимние обувь. Ну, их можно потратить лучше на пиджак, там, ну, и на школьную форму, и на остальные предметы для школы. Как-то сказали для школы. Значит, для школы. А, то есть тебе пригодились эти деньги? Да, они для школы нужны, ведь. Не знаю. Ну, форму, наверное, не хотела бы. Я хотела бы штаны. Штаны? Да. А ты бы на что хотела? Потратить десяточку. Игрушки. Книжки? Игрушки? Ну, наверное, на футбольные атрибуты. Например? Мяч, форму. Ты тоже хочешь в школу собраться? Да. Не возникала мысль купить что-нибудь? Мам, ну давай потратим на гироскутер. У меня есть свои деньги, я могу купить. Ну, ты красавчик. Красавчик. Мороженое-то, оно кончается, а деньги тоже, но лучше сначала школьную форму купить, она же не кончается. Какого бы ребенка вырастали у вас? А так, что посоветуете людям, которые еще не потратили? Инвестировать в акцию. Так как это для детей деньги, рекомендую на детей их потратить. Даже если все для школы есть, детям все равно много чего нужно. Можно там на кружки, на образование, на развлечения. Ну, как вы понимаете, татарстанцы разделились на два основных лагеря. Те, кто любит поразвлечься с детьми здесь и сейчас, и на ответственных, кто уже успел подготовиться к школе. Понятное дело, на все денег не хватает, но согласитесь, лишняя десяточка сверху никогда не помешает. На что вы потратили свои деньги, пишите в комментариях под этим видео. Здесь была Инара Ди. Увидимся!